друзья всем привет пару недель назад я выпустил ролик о том что автомобили из германии стала привозить сложнее и все почему не все но очень многие почему-то поняли что машины из германии больше не едут и мы больше их не возим вообще больше никто не возит все нормально едут машины из германии вот эта машина вот она приехала после выпуска после выхода ролика все нормально отличненький x7 очень богатенький с ночным видением carbon schwartz салон индивидуал все приехала своему заказчику все едет едут большие ребята с трехлитровыми моторами дороже 50 тысяч евро едут ребята поменьше относительно средний класс двухлитровые моторы едут но естественно малыши с моторами меньше 1 9 литра дешевле 50 тысяч евро они вообще проскакивают росток вот так вот даже во времена ссср во времена железного занавеса в ссср были иномарки более того я в ролике сказал что машины из германии привести стало сложнее поэтому машины особенно вот те которые с большими моторами и дорогие они сильно подорожали и получается вот сейчас основной смысл есть вести малышей с небольшими моторами потому что на них там затраты всяких сложностей меньше всего так вот все это не актуально забудьте нафиг все все уже поменялось давай-ка забудем об этом что произошло санкции очередные санкции но кто бы мог подумать оказывается минус на минус дают плюс времена которых мы все мечтали вернулись время покупать машину потому что они очень сильно подешевели вот этот парень например ну вот он за последние две недели подешевел почти на миллион рублей нормально миллиону так скидка с ходу x5 в среднем скинули в цене 500 700 тысяч рублей тройка бмв тройка бмв x 3 пятерки подешевели где-то на 300 500 тысяч рублей совсем недавно вышла вышла подборка на канале что можно привести из германии до 2 миллионов рублей самое недорогое из нормальных машин это были ford focus и opel astra они начинались с миллиона 700 уже с миллиона 500 красота и так похоже произошел снова то о чем мы больше мечтали эффект 2022 года когда евро был по 50 рублей что случилось немцы как я говорил вот в ролике про то что стало привозить сложнее не немцы а точнее поляки латыши литовцы в общем перестали из евросоюза выпускать машины точнее стали чинить очень много сложностей то есть машину из евросоюза то которая с мотором больше 1 и 9 литра и дороже 50 тысяч евро то есть в отношении которых евросоюз уже два года как ввел ограничения вот эти машины вдруг внезапно стало тяжело вывозить плюс их и до этого было сложно оплатить сложно купить там немцы уже последнее время чуть ли не днк тест начали брать и если где-то там какие-то русские корни изначально были то они могут на основании этого передумать продавать вам машину ну не хотите продавать ну и с вами да и не надо нам есть на чем ездить в мире много других машин а если я вдруг не куплю себе x7 ну как бы ничего страшного в моей жизни не произойдет построю классный дом в итоге ну раз не хотят немцы продавать ну и пожалуйста на них все забили хрен и перестали покупать x5 x7 а теперь внимание весной когда все эти машины ехали еще без особых ограничений рынок явно перегрелся и до чего дошло ажиотаж на тот же x5 настолько был подогрет российскими покупателями то есть вот реально вот русские просто выгребли все x5 из германии что в какой-то момент допустим вот в марте люди еще точно помню кто постоянно зависает на мобильде x5 стоил дороже чем x7 в аналогичный точнее даже x7 в более богатой комплектации с таким же пробегом в германии рынок перегрелся очень сильно подорожали машины популярные в россии то есть мы реально вот выгребли всю вторичку сейчас покупать перестали и немцы смотрят что у них уже месяц нет продаж и что они делают они снижают цены и цены снижаются очень сильно они прекрасно понимают что кроме русских x5 больше никому нафиг не нужен и x5 вот с этих заоблачных цен я помню машины которые вы довольно часто видели в ролике я просто и честно люблю прям всей душой потому что офигенная комплектация мне прям влюбился это был x5 сороковка с пробегом 125 тысяч километров и я в нее влюбился потому что эта машина олицетворение того о чем я вот вам всегда говорил 125 тысяч километров машина как новая машина в изумительном состоянии в потрясающей комплектации который вы никогда ни в корее не в японии нигде не найдёте такие комплектации бывают только в германии даже в штатах не будет такой богатой комплектации и вот 125 тысяч пробега у нее идеальное техническое состояние она вся обслужено у нее просто состояние новой машины у меня все адаптации как новые машины едет как новая машина пахнет как новая машина то есть то что о чем я говорю но пробег 125 тысяч километров и эта машина в закупке было по-моему вот я точную цифру не помню но что-то около 65 тысяч евро и все таки ну это же немного это же там 50 с чем-то нет то нет 65 тысяч евро нет то 65 тысяч евро нет а за пробег 125 тысяч километров вот настолько были чумовейшие цены просто вот они совсем в космос улетели и соответственно сейчас все это никто если не покупает тем более по таким безумным ценам потому что немцам такие машины просто не по карману и в итоге в германии месяц они посидели пососали лапу они видят что по экспертам ни звонков нет ни интерес никого нет ни продаж нет что они делают возвращают цены туда куда они где они должны быть а цена на трехлетний эксперт и нормальная это где-то в районе 50 55 тысяч евро и вот сейчас в германии буквально за месяц x5 грохнулись цене на 5 тысяч евро полмиллиона рублей практически класс но это только одно слагаемый успех я же говорил что два минуса два минуса дают плюс итак первый минус немцы перестали продавать на что ну и хрен с вами мы не будем покупать и в итоге товар стоит гниет пришлось снизить на него цену второе с момента выхода ролика того что еще произошло ввели новые санкции в частности что-то там с мост биржей ограничения что-то там нельзя евро доллары туда-сюда я не знаю ну я не экономист игры собственно даже не важно что там за ограничения смысл следующим долларами и евро стало трудно воспользоваться а если ими трудно воспользоваться то они перестают что-то стоить на хрен вам нужны просто бумажки и в итоге вот как раз эффект 22 года когда доллары и евро их было в достаточном количестве но и было очень тяжело что-то оплатить импорт-экспорт туда-сюда и в итоге они стали стоить по полтиннику 50 рублей за евро и вот сейчас как мне кажется происходит то же самое сейчас очень тяжело оплатить оплатить что-либо за границей в итоге доллар и евро становится нафиг никому не нужны и цена падает давайте в цифрах чтобы было понятнее на тот момент когда я записывал ролик про то что машину стал привезти из германии сложнее евро покупали по 103 рубля запомнили цифру сейчас вот на момент записи ролика евро за 95 предлагают вот пожалуйста можете купить сколько вам нужно закажите сумму 95 рублей за евро и сейчас курс на межбанке или где он там теперь я не знаю как правильно называется по моему курс на сегодня 90 курс на день когда я записывал ролик 90 с какими-то копейками но еще неделю назад курс сваливался на до 89 и момент который мне запомнился и кстати вот он вот отчасти тоже побудил записать ролик у нас были евро и нам нужно было превратить их в рубли и никто не хотел брать евро вот ситуация в москве никому нафиг не нужны евро машины из германии подешевели настолько что эта скидка перекрывает абсолютно все сложности которые возникли о которых я вам рассказывал две недели назад то есть несмотря на то что машину привести сложно несмотря на то что сейчас сделать это может не каждый то есть да действительно на сегодняшний день такая ситуация что если вы обратитесь в перед честные перегонные компании к честным людям которые занимаются перегоном они честно скажут что для них сейчас привести машину из германии это слишком сложно и поищите мол машину тут но машины в германии едут сложности преодолимы просто они закладываются в цене и вот это вот вот вся эта нахлобучка сверху она полностью сейчас нивелировалась тем что изменился курс и тем что популярные машины которые до этого везли в россию пачками сейчас германии сильно подешевели давайте я лучше покажу это на наглядных примерах чтобы легче воспринималось пойдем чтобы узнать стоимость машины из германии открываем сайт авторевизора точка ру на нем видим большущую кнопку автокалькулятор между прочим плод работы нескольких очень 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 умных людей русских хакеров супер программистов прочим и его допилили реально стала классная штука считает под ключ стоимость с отчетом вот всех расходов с возвратом немецкого ндс предлагает разные таможни и если вы допустим что-то закидывали в автокалькулятор наш когда он еще жил в телеграме очень рекомендую воспользоваться им сейчас расчет вас приятно порадует собственно как это все работает открываем mobile.de это сайт где немцы размещают все объявления о продаже все нормальные объявления где минимум мошенников и липовых фейковых объявлений ставим 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 выбираем что самое желанное естественном бмв все мечтают только о бмв а те кто хейтит бмв мечтают о них еще больше остальных мы это знаем до бмв x5 год 21 пробег ну давайте ладно давайте сотка ограничим папа папам германия бензин дизель это чтобы отсечь гибриды вообще никак не ограничиваем по комплекту хи и выбираем что и и так выбираем 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 и например вот такой x5 x5 40d сороковка 21 год 64000 пробег и посмотрите на этого красавца во первых это синий танзанит это палитра бмв индивидуал в x5 просто бомбически смотрятся самый лучший цвет вот казалось бы круче карбон шварц уже не может быть света но они придумали синий танзанит офигительный цвет у нас было несколько таких машин мы привозили очень редкие смотрятся сумасшедшие 22 колеса самые большие какие только есть м-пакет но самая круть ковши а естественно машина на пневме машина со всеми ассистентами машина с панорамой это просто по умолчанию но другие x5 нам не нужны машина с ковшами машина с вентиляцией с ковшами и сейчас я пытаюсь там посмотреть на ну без массажа жалко ковши бывают с массажем это без массажа но все равно у нее приборка в коже короче жир нючий x5 и сколько он стоит в германии он стоит 56 тысяч нет а еще два месяца назад вообще нереально было даже мечтать о такой машине сейчас пожалуйста 56 тысяч нет копируем ссылку из мобили д.е. идем в автокалькулятор на сайте авторевизора точка ру вставляем нажимаем рассчитать стоимость и получаем расчет семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть евро теперь берем калькулятор и давайте 78 тысяч шестьсот семьдесят шесть евро умножим его на курс 103 это вот когда вышел ролик когда я сказал что все сложно и все слишком подорожало получаем 8 миллионов 103 тысячи рублей ну вот собственно вот не дешевенький а теперь эту же сумму семьдесят восемь шестьсот семьдесят шесть умножим на девяносто пять семь четыреста семьдесят четыре больше чем полмиллиона и так вы видели разница в цене насколько подешевела машина 7 миллионов четыреста тысяч рублей за x5 21 года сороков 64 тысячи пробега в офигительной комплектации которые здесь у нас не найти по моему это джекпот но это дорогая машина эта машина практически в полной комплектации с пневмой со всеми ассистентами это дорогой вариант пожалуйста на мобильде куча вариантов более дешевых 30d дилерский я внимание я рассматриваю только дилерские машины то есть как бы есть и более дешевые x5 30d семьдесят пять тысяч пробега двадцать первый год и кажется у нее там даже какие-то есть плюшки типа хедапа панорамы ну то есть он не совсем прям пустой давайте посчитаем сколько он стоит 66 тысяч евро 66 138 умножить по старин очки на 103 6 миллиона восемьсот тысяч рублей почти 7 миллионов за пустую 30d такой на грани болезненного ощущения не очень да но давайте зачем нам 103 евро то стал по 95 шесть 200 теперь эта машина стоит 6 200 то есть почти 7 а теперь почти 6 по моему это норм за дилерские x5 21 года с пробегом 75 тысяч километров в котором еще ездить и ездить у которого ресурса осталось у которого процентов 15 выработалась его ресурса давайте посмотрим что с x3 x3 еще почему вы в свое время перестали возить x3 потому что но они стали стоить как x5 поэтому перестали их возить очень был сильно задран ценник на них двадцать первый год восемьдесят четыре тысячи пробега сорок семь тысяч восемьсот одиннадцать евро если умножить на 103 это получается почти 5 миллионов теперь умножаем на 95 и получаем четыре с половиной миллиона четыре с половиной миллиона за x3 21 года 80 тысяч пробега это немецкая дилерская машина полностью обслуженная с ней ничего не нужно будет делать и ближайшие 2-3 года с ней вообще ничего не произойдет вы просто не вспомните про обслуживание только вот масло колодки в ней меня и при этом в машине есть еще панорама и адаптивный круиз-контроль а и спортивные сидушки по моему неплохо вот кстати история прям прошлой недели знакомый решил пойти купить джили маджара или икси какой-то не помню какой вот икси там является одна одноклассником ночью заменой джили маджара у меня в голове я не знаю откуда поправьте если я ошибаюсь может быть таких цен никогда не было но у меня в голове цена за джили маджара я вот только-только ее начал принимать такой вот типа ну за эти деньги да неплохая машина 2 и 8-3 2 миллиона но оказывается что сейчас летом двадцать четвертого года таких цен не существует 5 и 2 за дилерский маджара новый а здесь x3 двадцать первого года четыре с половиной и он точно проедет не меньше чем маджара подвернулся просто сказочный вариант раньше вот еще несколько месяцев назад такую машину найти в продаже просто нереально было их не было x метали они не доходили до продажи и вот совсем свеженькое объявление офигительный цвет с офигительным салоном с офигительными колесами с виртуальной приборкой двадцать первого года машина пробег 29 тысяч километров x3 в м спорт пакете сайт авторевизоры точка ру автокалькулятор посмотрим сколько сейчас обойдется такая машина пятьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь евро совсем недавно буквально пару недель назад соответственно это было почти 6 миллионов 5 миллионов восемьсот сорок шесть тысяч почти 6 миллион сейчас это 5 миллионов триста девяносто две тысячи меньше пяти с половиной миллионов за x3 21 года с пробегом 29 тысяч километров в офигительнейшей комплектации m-спорт ассистенты офигительный салон офигительный цвет офигительные колеса вы знаете по моему с таким концом света работать можно более того если вы откроете мой телеграм-канал всем рекомендую на него подписаться там я выкладываю предложение свеже привезенных машин из германии и если вы откроете мой телеграм-канал то вы увидите что вот это предложение сейчас за пять миллионов триста девяносто две тысячи рублей это аналог того что было в осенью прошлого года в ноябре может быть даже в октябре всю зиму всю весну машины дорожали а сейчас их можно купить по цене прошлой осени а это были очень хорошие цены и если вы вот кусаете все локти что упустили момент не успели взять пока все снова не подорожало возможно вот он сейчас этот самый момент очень много спрашивают сороковки давайте посмотрим x3 из сороковки 40 д единственно это 40 ай и многие спрашивают что лучше взять и я не знаю чего лучше взять потому что это это машина прекрасно и 40 офигенный и 40 д офигенной раньше была очень большая разница сейчас эти машины очень близки в том числе по надежности и по обслуге 40 ай супер крепкий мотор скорее всего 40 д проживет чуточку дольше но это знаете из разряда ну если разница 400 тысяч километров мотор там пройдет до переборки или 450 мне кажется это примерно одно и то же но у 40 очевидное преимущество звук ничего с этим не поделать звуку 40 прям очень классный мне иногда кажется вот когда мы эти машины привозим разгружаем их мне кажется что звук у x3 м 40 даже интереснее чем у x3 м сейчас быстренько переведем по актуальному курсу меньше 6 миллионов 5 миллионов 972 тысячи это x3 м 40 21 года с пробегом 32 тысяч километров но поскольку это сороковка понятно что она богатая в ней и вот harman kardon есть я вижу и панорамная крыша 6 миллионов меньше 6 миллионов за м 40 пробегом 30 тысяч по моему это сделка века таких цен не было минимум полгода на самом деле больше ну и финальная вещь которая видимо тоже не совсем понятно проговорил в прошлом ролике сейчас получается есть очень ощутимое разделение в машинах из германии то есть они сейчас делятся на две категории первая категория вы хотите заказать машину с мотором больше 1 и 9 литра и дорогую дорожки есть тысяч евро или же вы хотите заказать машину с мотором менее 1 и 9 литра и стоимостью меньше 50 тысяч евро вот те машины которые с маленькими моторами меньше 1 9 литра они сейчас приезжают без проблем разница в затратах колоссальные именно поэтому сейчас получается вот разделение то есть это две разных работы нужно проделать что привести эти машины и вот эти машины сейчас вообще по офигительной цене выходят мини cooper countryman хит продаж полный привод 21 год пробег 31 тысяч километров машина с панорамной крышей продает ее официальный дилер бмв давайте посмотрим сколько она нам обойдется 3 миллиона двести семьдесят девять тысяч рублей по курсу 95 еще раз 3 миллиона двести семьдесят девять тысяч рублей мини countryman 21 года 30 тысяч пробега полный привод панорамная крыша что там есть еще в машине классные лет фары черная крыша черная крыша смысле снаружи и внутри тоже черная кожаный салон сидушки спортивные виртуальная приборка реально классная машина если вы сейчас откроете автору то увидите что например угела сейчас базовая тугела двадцать четвертого года это три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч рублей самая дорогая тугела это флаг шип спорт четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч рублей по моему countryman это офигительнейшее предложение собственно все что я хотел для чего я весь этот ролик записал первое машины из германии едут все довозится просто долго раньше было долго и дорого теперь просто долго второе что я хотел сказать все мы скучаем по евро по 50 рублей все мы кусаем локти что упустили в двадцать втором году возможность купить себе машину я прям сейчас помню шестерка бмв 6 gt мы отдавали вот одна из наших первых машин в новой эре шестерку джеки модели то ли 31 что-то около 3 миллионов рублей все мы соответственно сейчас переживаем что упустили момент так вот я не знаю сейчас тот момент или нет я просто подсказываю что цены сейчас мы уже сейчас сместились к ценам которых не было в двадцать четвертом году мы уже сейчас откатились в конец двадцать третьего года поэтому просто следите за курсом евро посматривайте предложение на mobile.de тем более что традиционно для германии самые низкие цены это вторая половина лета когда спрос минимальный и прям ну очень хорошие цены на машины появляется в германии поэтому следите за курсом евро посматривайте предложение в германии закидывайте в автокалькулятор и если увидите что цена то получается норм вот там сравнить ее с ценами на новых китайцев и соответственно если увидеть что цена получается норм то возможно это как раз тот самый момент упустив который вы будете потом грусти но что я собственно за то чтобы все вы ездили только на хороших машинах поэтому все вам этого рассказываю плюс я просто люблю делиться позитивом мне нравятся хорошие новости поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайк до скорых встреч пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok